Всем доброго дня! Мы работаем в прямом эфире. Я Ирина Анциферова. Гость студии сегодня Елена Ворончук, врач-психотерапевт. Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, Елена! И здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы с вами поговорим на очень важную тему, на наш взгляд. 24 марта во всем мире будет отмечаться Всемирный день борьбы с депрессией. И вы можете звонить, уточнять какие-то вопросы, если вас интересует телефон студии, телефон прямого эфира 476-52. И мой первый вопрос, Елена, хотелось бы уточнить. Депрессия – это заболевание, да? В первую очередь это не просто расстройство, это заболевание. Конечно, это заболевание, и оно есть в международной классификации болезней. Просто мы, врачи, под депрессием понимаем несколько вариантов. Есть классическая депрессия, а есть депрессия только с какими-то определенными элементами. Классическая депрессия – это снижение настроения, это снижение мыслительной деятельности и двигательной деятельности. То есть такая отряда симптомов. А депрессию, как понимают ее многие другие люди, это может быть только снижение настроения, какая-то апатия в жизни. У депрессии есть какой-то срок? Допустим, у человека есть белые полосы, черные полосы. Вот если черные полосы длятся, к примеру, не знаю, три дня, это уже депрессия или нет? Мы ставим депрессию, когда сниженный фон настроения наблюдается у человека не менее двух недель. И иногда бывает, что очень резко наступает снижение настроения, тогда, конечно, можно поставить быстрее. Но, как правило, такой критерий временной две недели. Две недели, все две недели, утомляемость, неудовлетворенность жизнью, значит, все, депрессия. Легкий депрессивный эпизод. Так, а вот из-за чего может этот легкий депрессивный эпизод настать? Ну, как правило, депрессия, все-таки это результат череды каких-то жизненных событий, каких-то травмирующих ситуаций. Одна не может ситуацию спровоцировать? Ну, если она очень тяжелая, если она идет, ну, по такой, по высокой шкале стресса, то, конечно, и одного эпизода достаточно. Ну, это, например, утрата близкого, развод, пожар. Это все достаточно серьезные такие ситуации, которые действительно приводят к депрессии. А череда? Это какие могут быть? Ну, когда несколько сразу одновременно что-то у человека. Беда не приходит одна, да? Да, у человека что-то произошло и несколько событий. Или еще есть такое понятие хронический стресс. То есть мы должны понимать, что стрессы в жизни нам нужны. Но хронический стресс, когда стресс длится тоже в течение двух недель, тогда мы назовем это хронический, и такой стресс вреден. А есть у вас какая-то статистика? Сколько людей болеют депрессией, находятся в состоянии депрессии? Ну, во всем мире считается, что 300 миллионов человек страдают депрессией. И к 2020 году депрессия выйдет на первое место среди всех заболеваний. То есть она будет чаще всего регистрироваться. Считается, что каждая пятая женщина страдала или страдает депрессией. И каждый третий мужчина. Но это же может такое состояние быть? Периодически будешь впадать в депрессию? Ну, есть еще такие люди, которые действительно больше подвержены депрессии. И определенные такие характеристики личности есть, которые человека предрасполагают. Есть, например, такой тип личности депрессивный, субдепрессивный тип. То есть он оценивает уже изначально все как катастрофа. То есть любое какое-то событие гипертрофируется и оценивается как... Безвыходная ситуация. Да, все. Из него не выйти. Да. Но есть еще такие люди, которые очень любят свою депрессию. Ее можно любить? Конечно. Нам все пограничные состояния дают очень много положительного. То есть мы врачи делим пограничные состояния и уже болезнь, психические расстройства. Пограничное состояние – это то, которое не относится к норме, но еще не считается психическим заболеванием. И вот все пограничные состояния дают человеку какую-то вторичную выгоду. И человек не хочет от него избавляться. Я понимаю, что со мной многие не согласятся и не захотят с этим согласиться. А можете как-то пример пограничного состояния и выгоды? Ну вот сейчас я, например, расскажу. Ну, например, человек чувствует какое-то снижение настроение. И вот говорит, ах, у меня там депрессия, я так страдаю, так мне там что-то плохо. И начинает этим пользоваться. Как пользоваться? То есть раз я в депрессии, я могу не следить за собой. Я могу не краситься, могу не наносить макияж каждый день. Да, могу не выполнять какую-то работу. То есть депрессия иногда дает человеку именно разрешение что-то не делать. Могу что-то сказать, могу грубо ответить, ну а что? Я в депрессии, и мне за это ничего не будет. Такие случаи есть в вашей практике. Ну, это практически постоянно. И человек получает, я всегда на консультации задаю вопрос, скажите, что вы получаете от своего заболевания? Люди не хотят признаваться. Вот категорически. Это не заболевание или что получают? Это заболевание. Они не хотят признаваться, что они получают. То есть для того, чтобы человек излечился, он должен понять, что он от этого получает положительное. А он получает положительное. Разрешение, например, лежать, что-то не делать, не вставать с кровати. В обычной жизни ведь вроде бы как нельзя. Надо идти на работу, надо дома убирать, надо убрать в шкафу. Ну много где надо дома убрать. А тут вот я в депрессии. Человек позволяет себе лениться, полежать, что-то не делать. Это очень выгодное такое состояние. А вот вообще, если говорить о категориях, которые подвержены депрессиям, нас много, мы все разные, но и по возрасту мы все разные. Есть ли те категории людей, которые наиболее подвержены депрессиям? Может быть, это дети, может быть, это пенсионеры? Ну, как-то вот так не выделяется именно по возрасту, но более подвержены депрессии люди думающие, творческие люди, например, художники, поэты. Конечно, да. Поэтому я и говорю, что иногда очень приятно быть причастным к такой когорте людей творческих и сказать, что я в депрессии. То есть знать такие слова. Поэтому тут есть выгода. Но еще депрессии подвержены больше люди, которые находятся в таких определенных каких-то периодах, например, подростковый возраст, когда есть такое понятие подростковый кризис, гормональные какие-то кризисы, гормональная перестройка, например, во время климакса. Например, пожилые люди, когда они остаются одни, и у них такая социальная изоляция получается. Я вас перебью, у нас есть телефонный звонок. Алло. Алло. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос психотерапевту. Задавайте. Вот смотрите, у меня внучка, ей 14 лет. Девочка очень неровного поведения. Сейчас находится в явной депрессии. И, ну, можно сказать, случайно, не случайно, но я прочитала в ее дневнике, что она считает, что ее никто не любит, никто ее не понимает. И вот она думает, что если вдруг она умрет, прыгнет с крыши или еще как-то, вот тогда она узнает, кто как к ней относится. Как быть в этой ситуации? Что предпринять? Что делать? Спасибо вам за звонок. Так сложная ситуация. Да, и такие ситуации, кстати, бывают. Как раз мы про подростков с вами начали говорить. Здесь можно... И сами подростки, кстати, приходят, и они говорят, что меня лично, например, удивило последнее время, что на прием приходят сами дети и рассказывают, что их никто не понимает. Ну, здесь можно сказать, что бабушка действительно очень внимательная, что она постаралась, поискала дневник. Ну, нельзя, конечно, похвалить за то, что мы читаем чужие дневники. Но, тем не менее, у нее есть картина. Да, бывает, что это надо. И надо, конечно, сделать так, чтобы девочка не заметила это никак. Нельзя подать виду, потому что можно тогда совсем потерять контакт с человеком. Но... Но это ребенок в депрессии, вот по симптомам, которые мы сейчас услышали. Здесь есть о чем задуматься. Очень серьезная, действительно, проблема. Потому что человек никогда не будет просто так писать такие слова. И проблема действительно есть. Многие взрослые, они думают, да, это ерунда, да, ну, у всех было такое, отстань там со своими проблемами, и, ну, там, отойди от меня, что это такое. Ну, и, конечно, подросток думает, что его никто не понимает. Но это действительно так. Нам, взрослым, иногда кажется, что, ну, это какие-то детские, какая-то мелочь. Ну, кто-то тебя там заблокировал, там, ВКонтакте, там, в Фейсбуке, кто-то тебе не ответил на сообщение, кто-то... А у человека уже возникает вот такое ощущение. Ну, вот как сейчас бабушке вести себя, что делать? Ну, во-первых, тут еще мы видим такую иллюзию подростков, что она сможет что-то с собой сделать, спрыгнуть с крыши и увидеть, как другие реагируют. То есть что-то кому-то доказать. То есть подростки не понимают, что у них один раз дана жизнь, и они не могут ничего повторить и исправить. И поэтому подростки легче совершают суицид, потому что крайняя степень депрессии – это именно суицидальное поведение. То есть это все, это вот итог, если прям совсем не лечить, не обращать на это внимания, то летальный исход. Ну, здесь, в этой ситуации, ну, разговаривать с ребенком, спросить про друзей, узнать, как дела, рассказать что-то из своей жизни, рассказать свой пример, как у вас была, например, первая любовь, как это произошло, насколько это было трагично, может быть. И это нормально, поделиться со своим ребенком. И это должны сделать и родители, но здесь, если вот у бабушки такой контакт, если она понимает, будет, конечно, очень хорошо, если и бабушка расскажет. А если внучка, ну, вот, в любом случае, подросток не идет на контакт? Все равно сесть и рассказать, обнять ребенка. У нас же есть варианты взаимодействия вербальные, когда мы словами что-то говорим, и невербальные, когда мы можем человека обнять, что-то написать. Можно фильм какой-то посмотреть, вместе сходить в кино или, ну, что-то посмотреть, там же в Ютьюбе какие-то есть ролики, и вместе их обсудить. Так, у нас есть еще один телефонный звонок. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, задавайте вопрос. У меня вот такой вопрос. Вы знаете, ситуация тяжелая. Я запрещаю дочке 14 лет вот общаться с парнем, но вот чувствуется, что он явно криминального такого характера и старше ее. Дочь в депрессии, меня не понимает, и вот мы сейчас даже не разговариваем с ней. Вот как мне быть в этой ситуации? Спасибо за звонок. Ну, да, это, конечно, для родителей очень беспокойная такая ситуация, но тут нужно было, конечно, начинать думать не с этого даже момента, а вот сначала именно полового воспитания, где-то с возраста трех лет, то есть надо думать об этом заранее, чтобы определенные такие шаги дочка делала и где-то даже доверять своему ребенку. Понятно, здесь опасения мамы, но с другой стороны гораздо хуже вот этот контакт утратить. Но тут тоже, может быть, посмотреть какие-то фильмы совместные, какие-то примеры. Ну, может быть, еще мнение родителей немножко гипертрофировано, что, может быть, не совсем так. Это понятно. Если уже однозначно, например, человек наркоман, то здесь, может быть, иногда и надо применить какие-то такие, ну, даже не знаю... Запретительные меры. Да. Но, конечно, это очень опасно. Но, опять же, все-таки рассказать о себе... Проводить профилактическую беседу вы предлагаете? Ну, профилактическую беседу. Ее надо было это делать вот с трех лет где-то. А вот на данный момент это не делали, вот сейчас что? На данный момент, ну, сказать, что все-таки вы ее понимаете, сказать о своих чувствах, что вы беспокоитесь за нее, сказать, насколько вы за нее беспокоитесь. Но полностью запретить, конечно... Но запретительные меры, наверное, не принимать получается. Сложно даже очень. Будет другая реакция. Ну, конечно, может быть такой протест, она может наоборот что-то сделать. В любом случае выбор должен остаться у человека. Мы не имеем права полностью ее лишить выбора. Насколько вообще важна поддержка родителей? Вот мы сейчас говорим о подростках, об их состояниях, влюбленностях, которые могут привести к депрессиям, запретам на встречи, невстречи, которые тоже могут привести к депрессиям. Насколько вот эта поддержка именно близких людей важна? Да, полностью, на все 100% поддержка важна и нужна. И здесь надо быть просто очень искренним, показать, как больно, как вы боитесь за человека. Здесь не должен быть какой-то длинный такой монолог. Здесь несколько слов, именно вот я, предложений таких. То есть я очень за тебя переживаю. Я... Даже можно в этот момент и расплакаться, но не делать именно вот так вот, как карающий родитель. Вот это, ну, не приведет к никакому хорошему результату. Сказать, что, ну, понимаешь, ну, рано или поздно вот ты увидишь. Вот разобрать, может быть, отношения на других примерах, вот показать, смотри, ну вот здесь, ты же видишь, что человек не любит этого человека. А в первую очередь женщина, девушка должна все-таки с тем общаться, кто от тебя без ума. То есть вот к этому, вот к нормальным таким... Здесь очень важно именно искренние отношения. Не бояться рассказать все. То есть родитель не должен бояться показать свои слабые какие-то стороны. Но здесь же можно еще и такой момент не упустить, когда ребенок может закрыться и вообще уйти в депрессию. Ну, есть определенные такие показатели, что человек уже на крайней степени депрессии. Это определенные записки и сайты, какие он посещает, что смотрит, какие сообщения, как себя ведет, если раньше это был общительный человек, а тут он раз и прекращает общение, замыкается. Было какое-то раньше хобби, а сейчас раз он отказывается от этого хобби, перестает, например, употреблять пищу или, наоборот, может быть, переедает. То есть именно такие физиологические какие-то моменты тоже обратить внимание. И, ну, все-таки, если уже человек стоит на грани такой, то постараться быть человеком больше времени, то есть не оставлять его одного. Ну, вот часто очень следствие депрессионного вот этого состояния – это то, что человек начинает злоупотреблять. И употреблять, да, алкоголь, начинает курить, а то и наркотические средства. Вот и в эту крайность же тоже может впасть человек. Ну, для нас, врачей, это еще и один из показателей факторов риска. Если человек употребляет алкоголь для того, чтобы снять стресс, то это говорит нам о том, что этот человек может впоследствии стать зависимым человеком. Есть такая предрасположенность. Да, то есть это фактор риска, ну, такой для нас маркер. И, ну, тут тоже самому надо это понимать. Если ты так снимаешь стресс, то это очень плохо, потому что есть другие более такие, ну, что ли, правильные выходы из стресса. Вот как человеку выйти из стресса, вот из депрессии, как ему самому выйти? Может ли он вообще это сделать? Ну, во-первых, надо понять, что у депрессии всегда есть компонент такой мыслительный. То есть как мы оцениваем наши события? То есть мы должны сами научиться работать со своими мыслями. То есть для кого-то какое-то событие – это, ну, все, катастрофа. А для кого-то это, наоборот, стимул что-то сделать, изменить, стимул к развитию. То есть всегда идет, ну, есть определенные направления в психотерапии, когда работают именно с мыслями. Ну, можно и с помощью фармакотерапии. Тут решает врач о способе лечения. Но без вот этой работы с мыслями, без когнитивной психотерапии, ну, никуда не пойти. То есть изменить отношение к ситуации, нужно менять свои мысли, уметь их менять. Самому это, конечно, очень тяжело делать, но это надо делать. То есть лучше обращаться все-таки к специалистам? Ну, конечно, надо, потому что иначе можно просто уйти в депрессию, сложить лапы и все. А после какого симптома надо идти к врачу? Когда начинаешь плохо спать или вообще не спать? Когда перестаешь есть? Когда что-то еще сделаешь, чтобы ты должен все-таки что станет? Ну, когда отсутствует радость в жизни, когда, например, снижается сексуальное влечение, оно может даже полностью утрачиваться, когда теряются какие-то краски жизни, когда не хочется ничего делать, теряется аппетит. Есть еще и маскированная депрессия, например, она проявляется, боли в сердце, кишечник неправильно работает, головные боли. То есть это тоже все, такая депрессия. И человек сам определяет, когда ему пойти. Потому что невозможно никого заставить пойти. Вот сколько было случаев, например, звонит родственник и говорит, у меня в депрессии мой близкий родственник, а как, куда, его же никуда не повезешь. Но если он хочет находиться в этой депрессии. То есть решает все-таки человек. Первый шаг должен сделать человек. И принять, что нужно что-то делать с этим. Идти к врачу и не идти в аптеку, если, допустим, плохо спишь. Самому нет, конечно, нет. Ну, вообще считается, вообще бессонница считается, что не лечится препаратами, а лечится совсем другими способами. Ну, антидепрессанты хорошо. Антидепрессанты тоже не надо. Самому не надо. Для этого есть врач, который определяет, нужны они или нет. Какая это стадия, какая степень депрессии. Поэтому самому не надо абсолютно. И смысл в том, чтобы человек понял, что он сам владеет этим состоянием своим. Он сам, либо он видит, что трава зеленая, либо он видит, что трава серая. Это все от него зависит. А вот если говорить, допустим, согласны ли вы с тем, что у человека, чтобы он не занимался самокопанием, не впадал в депрессию, должна быть какая-то цель в жизни. Должна быть постоянная занятость. И, например, домохозяйка, которая дома все время со своими мыслями, со своими делами, считается, что она подвержена депрессиям больше, чем тот же бизнесмен, у которого нет времени, чтобы подумать. Вот вы с этим согласны? Ну, это тоже. Это не совсем все-таки так. Самое главное, чтобы у человека было интересное дело. Люди, которые вовлечены в какой-то поток такой интересный, конечно, у них нет времени... На депрессию. Да, депрессовать, и они чем-то заняты, у них есть интересное хобби. Конечно, такие люди более жизнестойкие, они устойчивы к стрессу, и, конечно, депрессия посещает их реже. И тут уже не так важно, домохозяйка ты или домохозяин. То есть одинаково можно найти какое-то хобби для себя, какое-то увлечение, где ты будешь полностью себя проявлять, и ты будешь занят. Ну, я делаю выводы такие, что, в принципе, человеку, если он подвержен состояниям депрессионным, нужно максимально себя занять тем, чтобы у тебя было хобби, может быть, творчеством заниматься, рисовать, гулять, заниматься спортом, правильно питаться, наверное. То есть стараться себя выводить самому. Но если это уже не получается, то следует обращаться уже к врачам. Конечно. Ну и подумать, нужна ли вам депрессия? Это один из таких вопросов, которые надо задать себе. А может быть, есть такой вот какой-то тренинг или ритуал, который человек может дома, например, там, вставая утром, что-то произносить, говорить, какие-то ассоциации, может быть, чтобы у него возникали, чтобы он сам постепенно вот выходил из этого? Ну, во-первых, очень полезно каждый раз, когда смотрите в зеркало, говорить, кто там такой красивый, и самой себе удивляться. И очень важно понять, что счастье, ощущение счастья, живет внутри каждого человека. И если даже сейчас у вас нет этого ощущения, то нужно вспомнить, когда оно было. Есть действительно много таких упражнений, которые помогают в это состояние входить. Наверняка где-то вы были в отпуске, наверняка были какие-то события в школе. То есть таких секунд счастья нужно вспоминать, воспроизводить. Крючочков таких. Да, и запоминать. И каждую секунду, выходя на улицу, нужно все-таки посмотреть на небо, на солнце, может быть, на окружающих каких-то людей. Конечно, порадоваться. И порадоваться каждой своей победе. А победы у нас маленькие. Добежали до автобуса. Ура! Победил! Сделали что-то. Ура! Победил! Вспомнил фамилию артиста, которую забыл. Ура! Я молодец! Победил! То есть вот оценивать так свою жизнь. В общем, оптимистичный настрой во всем поможет. Поможет однозначно. Елена Вильгельмановна, у нас с вами слишком мало времени для беседы такой всеобъемлющей. Надеюсь, мы с вами встретимся еще. Благодарю, что к нам пришли. Телезрители, спасибо за звонки. Смотрите нас. Всего доброго. До свидания. Спасибо большое. До свидания.